С праздником, дорогие зрители! Телеканал Союз приветствует вас из города Екатеринбурга, у стен знаменитого храма на Крови, где сегодня утром провожали великую святыню, десницу святителя Спиридона Тремифунского. Ее вывезли отсюда сразу после божественной литургии, которую вы имели возможность наблюдать в прямом эфире нашего телеканала. Мы продолжаем общаться с людьми, которым посчастливилось приложиться к этой святыне, пока она была еще здесь, на русской земле. Здравствуйте! Как вас зовут? Скажите нам. Елена Анатольевна, я из Челябинска. Я очень рада, что в такой замечательный праздник мне удалось все-таки поклониться святителю Спиридону. И тем более, что это получилось в тот последний момент, когда череда долгих болезней, хронических и прочих неурядиц, просто не давала встать буквально с постели. И когда все прихожане, ну буквально многие стремящиеся из Челябинска уже съездили, оставалось только буквально один день. И действительно, святитель Спиридон, я думаю, услышал, упросил Господа, что какие-то силы дались. Я на последнем автобусе приехала в Екатеринбург за пять минут закрытия метро, которое примчало меня в храм на крови, и где удалось действительно ночью помолиться. И очень рада тому, что особенно те слова утешают и радуют, на которые, может быть, мы иногда меньше обращаем внимания. Из-за нашего какого-то чисто меркантильного, жизненного интереса в Акафисте есть слова. Святитель Спиридон исцеляет и изменяет души. Это так важно для того, чтобы нам, православным, становиться, конечно, и мужественней, и решительней, и на самом деле учиться любить по-православному друг друга и своих близких. И вот очень радостно было, что удалось приложиться, и думаю, что вот тот свет и тот мир, который преподает святитель Спиридон, очень хочется его сохранить и как-то передавать, транслировать своим близким и окружающим. То есть вы сейчас поедете в Челябинск транслировать? Ну, во всяком случае, хотелось бы это сохранить, действительно, с большой благодарностью. Действительно, что у нас сейчас такое время, когда можно прибегать на поклонение к святым мощам, вот тем немощным людям, которые не могут посетить, допустим, Корфу, и с большой радостью, что дана такая возможность. Ну, мы видели, что люди и с нарушениями опорно-двигательного аппарата все равно проходили, их здесь без очереди пропускали в храме, не успевали тоже прийти, приложиться. И даже люди из многодетных семей, с огромным количеством детей приходили. Как вы считаете, святитель Спиридон услышал молитвы? Ну, я по себе могу сказать и по своей семье, что какие-то просьбы, которые, ну, действительно, господь через своих угодников очень быстро, и святые угодники быстро очень, наши друзья буквально, они очень быстро откликаются на наши просьбы. Я вчера выходила буквально из дома, и когда вот транспорта уже не было, и просто вот где-то так, не успев даже вздохнуть и попросить, но все равно где-то там в глубине этого сердца святителя Спиридона просишь, и все просто чрезвычайно удивительным образом. И вообще-то вспоминаешь, что вот, наверное, то, что мы говорим, ой, как удивительно и чудесно, это реалии нашей жизни, к которым мы должны быть так приближены и так, наверное, стараться жить достойно христианского звания. Не всегда это, к сожалению, получается. Ну, когда получается, это работает. Да, это удивительно, и, конечно, хочется поделиться этим опытом. И, конечно, хочется стремиться вообще к Царству Небесному. Спасибо вам, матушка, спасибо, что поделились сегодня с нами этим опытом, а мы идем дальше, спросим еще кого-нибудь о святителе Спиридоне Тримефунском. Здравствуйте, а как вас зовут? Татьяна. Татьяна, расскажите нам, зачем вы сегодня пришли в храм на крови? Я прихожу в храм на крови каждый день. Каждый день не прихожу, а прилетаю. Прилетаю, потому что вот бесконечной рекой текут люди. Люди, которые приходят поклониться величайшему святому. Святой, который приехал к нам сейчас с острова Корфы. Святой, который в III веке почил и который был на Первом Вселенском Соборе. Тот святой, который показал нам праведность, показал нам прилежность и показал нам тот труд, который мы ежедневно приходим и приносим в храм. Это святая святых, которая вот уехала сейчас. Уехала на остров Корфа, а у нас остался башмачок. Башмачок, который переодевают и который изнашивается, потому что он теплый, он живой и его температура тела 36 градусов. И мы можем сейчас преклониться к этим мощам. А самое главное, в добрый путь. Татьяна, скажите, а вот когда люди почитали мощи, им давали иконочку и какую-то бумажку, сверток. Это башмачок. Это башмачок, который стаптывается. И башмачок... То есть его разрезали на много-много маленьких кусочков. На много-много маленьких кусочков. И при этом его уложили вот в крохотные-крохотные бумажечки, где поставлена печать. Она поставлена очень аккуратно. С такой любовью, с такой тщательностью каждый человек укутывал его своей любовью, вот эту частичку, которую мы сейчас храним в своих сердцах. И вот по кровам Божьей Матери в этот огромный-огромный праздник святый Пейдон Тримефонский, он вместе с нами, он в наших сердцах. И я всем желаю ангела-хранителя благодати в доме любви, радости, терпения, всех благ. Спасибо, Татьяна, дорогие зрители. Поздравляем вас с Днём Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Смотрите Союз. Субтитры подогнал «Симон»